Я не хочу сейчас говорить о той чудовищной ситуации, которую мы все с вами наблюдали в течение вот этой вот недели, которую почему-то назвали неделей голосования, неделей. И эта идея, к слову, уже многим понравилась. Вот госпожа Материенко тут на медне выступила, сказав, что неплохо было бы, если бы на каждых выборах появилась такая возможность голосовать на протяжении целой недели. Я не хочу сейчас говорить о том, что во время вот этой вот недели голосования можно было проголосовать до нескольких раз. Каждому человеку, вот каждый желающий мог проголосовать несколько раз, мои коллеги. Журналисты проводили расследование, все это показывали, демонстрировали, в том числе в телевизионном эфире. И о том, что Песков затем сказал, да ничего страшного. Подумаешь, что проголосовал человек несколько раз, это все равно никак не влияет на легитимность вот этих вот, вот этого вот голосования. Я не хочу называть его выборами, референдумом, еще чем-то. Я не хочу сейчас говорить о том, что как минимум дважды итоги этого голосования уже объявлялись и не кем-нибудь, а главой Центральной избирательной комиссии. Первый раз 20 марта, когда госпожа Памфилова объявила, сказала, ну в общем поправки-то уже легитимны. Просто некто, гражданин Путин захотел, чтобы вот суслики сбегали, проголосовали, посмотреть, какими могли бы быть результаты, вот если бы это было реальным, настоящим голосованием. И второй раз госпожа Памфилова объявила результаты вот этого вот голосования, могу запамятовать, то ли в субботу, то ли в воскресенье, ну это было несколько дней назад, как минимум за два дня до дня официального голосования, до сегодняшнего дня, она, представляешь, это была суббота вечера или может быть воскресенье утро, она уже цифры назвала, что явка порядка 75-76%, 73% за вот такими будут итоги вот этого так называемого общероссийского голосования. Я не хочу сейчас говорить даже о массовых фальсификациях и вбросах, вот буквально сегодня утром, те, кто внимательно следят за ситуацией, видели, что на официальном, телевизионном, подконтрольном государственном телеканале Мордовии, они там снимали сюжет о том, как проводится это голосование, и в кадр попало, как кто-то вбрасывает пачками эти бюллетени в прозрачную урну, сюжет, правда, очень скоро удалили, но он разлетелся по соцсетям, под ним начало появляться огромное количество комментариев, троллей, причем однотипных, что ничего страшного, это просто с бабушек собрали бюллетени, помогли им донести эти бюллетени до урн, бросить, об этом я не хочу говорить. И вот сейчас, пока вот это самое голосование еще идет, я хочу обратиться, наверное, ко всем тем, кто собирается принять в нем участие, и неважно в каком виде, как вы хотите проголосовать за эти поправки, или против этих поправок, вот я к вам хочу сейчас обратиться. Ну, вы же видели, как это все организовано, я повторюсь, я говорю сейчас ни о каруселях, ни о вбросах, это все политические процессы. Я имею в виду организацию самих избирательных участков. Ребят, вам самим не противно, когда вы идете голосовать, и голосуете на пеньках, в корзинках из магазина «Пятерочка», в багажниках, на лавочках, на детских площадках. Ребят, мы голосуем за конституцию основополагающей закон нашего государства. Да, вот сейчас, наверное, к месту будет сказать лозунг вот этой вот компании, лозунг от мерзких пропагандистов, за такое будущее ты голосуешь. Так вот, я к вам хочу обратиться. Вас как свиней, чуть не на свалке, чуть не в сортире, чуть не на помойке, да, предлагают вам проголосовать. Да почему чуть? По сути, практически на помойках вам предлагают проголосовать. К вам относятся, как к свиньям. Говорят, свинья, приди на помойку, проголосуй за конституцию, за свое будущее. Вот за такое будущее ты пойдешь голосовать. Вот такого будущего ты хочешь. Если уже сегодня, в день голосования, повторюсь, по конституции, тебе предлагают проголосовать на помойке. Это, наверное, о чем-то говорит. Это говорит-то о том, что в обозримом будущем ты и будешь жить на помойке. К тебе именно так и будут относиться, как к свинье, как к скоту. И ты, тем не менее, пройдешь и проголосуешь. Ребят, у вас самоуважение вообще есть? Меня не надо уважать. Не надо уважать-то моих коллег. Вы себя уважаете после этого. О следующем будет голосование. О следующем голосовании будет, как выглядеть. В свинарнике. В корыте с парашей. Слушайте, мне бы было просто противно. Вот подойдя к такому участку, я бы развернулся и ушел обратно. Я из принципа не собираюсь принимать в этом участие. И дело не в том, что легитимно это или нелегитимно. Вот мне показали, что ко мне, к избирателю, эти ребята относятся, как к свинье, повторюсь. Мне в каком-то говнище предлагают отдать свой голос за мое будущее. То есть я уже делаю выводы, что мое будущее будет именно таким. Помойка, а я для них просто свинья. Вот вы знаете, когда вы пойдете сегодня, если вдруг у вас не найдется ни капли самоуважения, и вы вдруг решите стать вот этими самыми свиньями, то, по крайней мере, делая вот эти последние шаги по зеленой миле, вы подумаете сто раз об этом. Ты хочешь быть свиньей? Ты считаешь, что ты должен жить на помойке, и что к тебе должны относиться, как к куску говна, тогда иди и голосуй. Флаг тебе в руки и ветер в горбатую спину. 21 век. Тебе уже показали. Все. А будущее? Выбор за тобой. Все, это была реальная журналистика, мнение на тему, или коротко о главном, я не знаю, как это назвать. Подробнее об этом поговорим сегодня вечером, с клириком будем подводить итоги всей этой недели. Увидимся, услышимся до вечера. И думайте.